Приветствую друзья. На самом деле плеером Shanlink M621 я пользуюсь уже больше года. Да, это далеко не новинка, но наверное три последних распродажи ценник на данный аппарат был просто до безобразия низкий. То есть он становится не просто доступным, а чуть ли не лучшим в свою цену. По начинке тот вполне себе нормальный восьмиядерный процессор Snapdragon, полноценная система Android, двухдиапазонный Wi-Fi, двунаправленный Bluetooth с APTX HD и LDAC кодеками и хорошо зарекомендовавшие из себя конвертеры ES9038Q2M. Очень достойное решение как по реализации, так и по звуку. Мощности тоже дали с излишком. По балансу мы имеем до 570 мВт на 32 Ома нагрузки, в остальном большая батарея, обеспечивающая до 11 часов непрерывной работы, поддержка быстрой зарядки, большой сенсорный дисплей и просто фантастический на мой взгляд дизайн. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат солидно оформленной картонной коробки с наименованием модели и полным списком технических характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили набор документации, две пленочки на экран, салфетки, шпаты для процесса наклейки и конечно матерчатый Type-C кабель для зарядки и соединения с компьютером. Чехол под кожу я покупал отдельно. Выглядит аппарат, на мой взгляд, ну просто сногсшибательно. Весь закругленный, с защитным стеклом на передней и задней части и полностью металлическим каркасом. На фронтальной части расположен достаточно сочный 4,7 дюйма сенсорный дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей. Слева светодиод состояния и многофункциональный регулятор громкости. Он же поджигает экран и включает, отключает устройство. Справа закрытый заглушкой лоток для карт памяти microSD и три кнопки, две для перемотки и пауза. Колесико немного утоплено в корпус и приятно так щелкает, а кнопки имеют довольно хороший ход и четкий клик. То есть все как у любого приличного девайса. Входа здесь тоже два. Bluetooth и Type-C, по каждому из которых в устройство может приходить цифровой сигнал, что делает из плеера стандартный уже портативный ЦАП. Кто как, а я часто подобным образом использую плеер вместо звуковой карты с ноутбуком. По выходам тут классическая тройка. Несимметричные 3,5 мм и два балансных, уже устаревшие 2,5 мм и новомодный Пентакон 4,4 мм. Ничего, как говорится, лишнего. При работе аппарат не греется, в паузах я слышу абсолютную тишину, да и при тряске ничего там не гремит. По железу мы имеем не самый свежий, но восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с видеоускорителем Adreno 505,4 гигабайта оперативной памяти, 16-стройный двунаправленный Bluetooth модуль версии 4.2 с поддержкой aptXHD и LDAC кодеков, а также двухдиапазонный Wi-Fi для разнообразных стриминговых сервисов. Android здесь версии 7.1.1, но то и понятно аппарат 2021 года выпуска. Но это классический Android, работает с сервисами Google, так что ставить тут можно все, что душе угодно. По умолчанию же производитель предлагает нам плеер Shanling Music. Не самая лучшая идея, так как его поддержкой он уже давно не занимается, сосредоточившись на Edit, благо ничего не мешает установить сюда и его тоже. Ну и поскольку это аудиоплеер все будет работать в так называемом эксклюзивном режиме, то есть по качеству заметно лучше абсолютно любого смартфона, в том числе и тех, у кого на борту тоже есть встроенный ЦАП и усилитель. Ну и помимо функций USB DAC через Type-C порт к герою обзора можно подключить абсолютно любую периферию, хоть флешки, хоть камеру с микрофоном. В плане звука сердцем М621 выступают два ЦАПа ESS ES9038Q2M с фильтрами на AD8397 и усилительной частью на OPA2211, что позволило выжать из девайса до 190 мВт на обычном выходе и до 570 мВт на балансе. Чего конечно же с головой хватит для абсолютно любых внутриканальных решений и даже довольно тугих полноразмерных наушников. Батарею тоже воткнули не слабую на 4000 мАч, сопроводив ее функцией Quick Charge 3.0, что позволит быстро заряжать плеер и пользоваться им до 8 часов на балансе или до 11 на стандартном 3,5 мм выходе. Bluetooth наушники тоже к нему можно подключать, причем используя все самые передовые аудиокодеки. Работает аппарат шустро, но на фоне современных смартфонов не сказать, что летает, впрочем для нужд плеера и этого за глаза. Глюков и багов за все время использования, а это около года, я честно говоря не припомню, но пару раз кэш от приложений чистил. Из полезного на верхнюю шторку здесь вынесли переключение 3,5 мм выхода на линейный, выбор режима усиления, переключение USB DAC накопитель и непосредственно переход в раздел системного меню, отвечающий за аудио. Здесь тоже можно переключить выход на линейный, выбрать один из семи цифровых фильтров, уровни усиления и громкости по умолчанию, включить AirPlay и установить приоритет для беспроводных кодеков. Также там можно сменить тип навигации, настроить блокировку кнопок, включить режим в автомобиле и сделать кучу других полезных действий. Софт тут продуманный и гибкий, в остальном все как и на смартфоне. По разрешению на PC мы имеем до 32 бит 768 кГц, DSD соответственно до DSD 512 и полное декодирование МК потока. Замеры я проводил 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. Так, с балансных выходов я получил все графы в положении отлично, а на несимметричном 3,5 мм заметно большее взаимопроникновение каналов и чуть выше искажения. АЧХ же во всех случаях здесь просто превосходная шумовая полка на минус 160 дБ и прекрасный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на балансном выходе составляют минус 115 дБ, а с 3,5 мм минус 98 дБ, в то время как гармонические искажения на балансе дают минус 112 дБ, а на 3,5 те же минус 98 дБ. Гармоники есть, но они тут не особо существенны. В процентном же соотношении это 0,004 против 0,009. Интересно, что первое значение заметно лучше заявленного, а второе наоборот немного хуже. В любом случае результат этот прекрасный, технически просто превосходный аппарат. По своему характеру это довольно сочный мелодичный звук с прекрасной прорисовкой деталей и просто потрясающим погружением в материал. Да, в этом Шанелин к себе не изменяет, отличаются только разрешение текстур и так называемые переходные характеристики, то есть скорость атак и затуханий. Атак это тоже насыщенное сверх выразительное звучание, но гораздо чище и прозрачнее, чем у младших моделей от этого же производителя. Признаться, все мобильные и портативные ЦАПы, что у меня только были, могут разве что приблизиться к звучанию данного плеера. Превзойти же его, увы. Сравнивал Шанлинк ЮА3 новеньким и КТБ-03. Как говорится, я вот лицом к лицу и все они оказались заметно проще героя обзора. Исключение ЮА5, который буквально наступает нашему плееру на пятки, но все равно немного сзади. В М621 мы имеем акустический правильный вес, глубокие, неплохо черченные текстуры низких частот с теми самыми доводящими до мурашек вибрациями. А также чуть теплая, объемная и тоже прекрасно прорисованная середина с акцентом на передачу так называемого настроения трека или заложенных в нем эмоций. Из тех случаев, когда все время хочется подпевать или, как говорится, пуститься в пляс. Мне такая подача очень по душе, так как интересно слушать не только команды музыкантов. Здесь можно кайфовать просто от одного инструмента. А следовательно, тут прекрасно заходит разнообразная академическая, джазовая и оркестровая музыка. Бесподобен соул, ритм и блюз, разнообразная электроника, старый добрый рок, да и вообще все вокально или ориентированное на текстуры. В том числе, конечно, и разнообразные тяжелые жанры. Здесь, естественно, вкусовой вопрос, но если вы двумя руками за мелодику и выразительность, вам обязательно понравится. Высокие тоже в лучших традициях. Шанлинк немного отведены на второй план, заставляя подчеркивать середину и играет на атмосферу. То есть без всяких этих вот забивающих все тарелочек. А сама подача больше напоминает мне звук винила. Объемный такой, сверх эмоциональный, с акцентированными средними частотами и огромным вниманием к передаче нюансов. Однако лично, на мой субъективный взгляд, лучше всего аппарат раскрывается в режиме USB ЦАПа. Именно поэтому частенько использую его с компьютером. Хотя и как плеер он также, друзья, весьма крут. Плюс еще есть возможность подключать разнообразные беспроводные наушники по LDAC и APTX с HD кодеком. Чего лишен даже мой относительно новый Galaxy S21. По наушникам он потянет вообще все и споется совсем. По крайней мере, я, друзья, исключений еще не встречал. Ему вполне хватает четкости и проработки, чтобы была синергия с чем-то откровенно музыкальным и насыщенности с объемом, чтобы дополнить тотально техничные модели. Долго сравнивал его с M3X, Fio M11 и новеньким Tempo Tecv6, Земля и Небо. Уровень M621 для них совершенно недостижим. То есть взять что-то подешевле и выйти в дамки тут не получится. М621 все еще актуален и легко поспорить с конкурентами по цене от других производителей. В двух словах, герой обзора это больше про мелодику, погружение и выразительность, но с достойной техничностью и разрешением. Здесь буквально залипаешь на музыку, растворяясь в ней целиком. Причем тут нет чего-то вторичного. Даже в довольно серьезных оркестрах каждый план получает одинаковое количество внимания и уровень прорисовки. Впрочем, это еще должны позволять ваши наушники, но при правильной связке ничего лучше уже не хочется. Да, мой стационар SMSL DO200 MK2 с усилителем HO200 еще круче, но и этого, поверьте, более чем достаточно. А предела совершенства, увы, не существует. Shanling еще создала М7, М8, М9 с какими-то совершенно фантастическими ценниками. Я же пользуюсь героем обзора уже где-то год и да, иногда хочется попробовать что-то подороже, но если говорить откровенно и по характеру звука и по возможностям лично меня здесь все устраивает. Итогом, Hi-Res Audio Player Shanling M621 мне безумно нравится своим дизайном. Работает четко, стабильно, отличного качества дисплей, превосходная сборка, возможность использовать его как проводной ЦАП и подключать к нему что угодно по блютуз, причем по самым передовым аудиокодекам. Любые стриминги, программные плееры, друзья, в вашем распоряжении вообще никаких вопросов. Кроме того, замеры почти всех устройств я делаю исключительно на нем, так как точность в плане цифры здесь буквально зашкаливает. Да и по аналоговым выходам он весьма неплох. Звучит же аппарат объемно, насыщенно и просто сверх эмоционально. С упором на средние частоты и прорисовку текстур любых музыкальных планов. Оттого с чем-то мелодическим, инструментальным и вокально ориентированным он просто творит чудеса. Магнетичная такая подача с прекрасным разрешением и превосходным погружением в материал. То есть с ним хочется вот прямо сопереживать музыке, что бы это для вас не значило. А на этом у меня все. Это был портативный аудиоплеер Shanlink M621. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.